и наконец это время наше истекает еще раз слово какой идиот приказал им уже не сады уничтожать эту самую лесную подстилку а в саду вот это делать идиотскую работу она не только бесполезно это называется караул вы грабите вы сейчас если там попадались муравейники вот весны и ценнейшая вещь вы их уже уничтожили под грабли все попадает там уже вы знаете что муравей главные враги садов якобы вот это все видели мешки набивать это вот чем бы детей занять может быть сказали но они физически будут работать начнется здоровее но до такого идиотизма нельзя же дойти то чтобы в лесу и подстилку вот я написал мы уже заканчиваем ребята я сегодня опять маленькую часть только что приготовил детей научили убирать в скобках уничтожать самую ценную часть леса лесную подстилку кожу земли саму жизнь а школьные учебники начало я вам показывал рассказывал насколько они дебильные эти учебники сколько там мусора а скажем вот это вот сказать вот именно вот это у меня много фотографий сейчас готов написать учебник то что это систол сезда кто ему даст на вся страна вот до самых верхушки пронизана вот этим невеже что дитяшим никто даже не отдаёт все отчет зачем людей учат ненавидеть биологию а это настолько это зубрежка подла потому что она не дает никаких знаний вообще а потом они идут в лес из тысячи из десяти ста тысяч детей таких не один не спросят они доверчивы как эти как дети эти не спросят а зачем это делать бог то создал вот деревьев то вот этого дерева лет сто сто лет лежала подстилка сто лет там жили эти самые я тогда восклицаю а вдруг на восемьдесят девятый раз а я еще 500 фильмов хочу создать еще раз 50 каждом десятом я вот это же скажу дайте мне один час на федеральном телеканале один час вот минута поэтому полсотни дебильных советов прокомментирую сэкономлю миллиарды рублей и миллиарды часов трудозатрат в городах и садах понимаете и в сады появится и все будет один час вы понимаете и миллиарды один час все что выше это была подготовка к того чтобы вы меня сейчас не послали и не высмеивали меня всего один час чтобы увидела ну хотя бы миллионов пять-десять людей ну смотрите сколько я говорю а я два часа проговорю ну хорошо дайте мне два часа даже вот то что я сейчас сказал повторить уже достаточно будет вот эти сами вот они поедут кто-то один крутой заказал вот это все но поедут вот приедет ему сказать вот видели видели а теперь это самое мы берем секретарь половину отрезаем чертовой матери и нравится уматывать отсюда и деньги заберете собой но один саженец и обрезанность этого питомника не уезжает вот так выглядит питомник в середине лета а вот это вот смотрите вроде такой же питомник и вот когда они выставляют на сайте вот это вот я смотрю что-то похоже на культурное может быть даже яблоки а здесь это может быть сливы даже похоже там цветочки . сада нет хоть бы одно дерево плодоносящее где вы это самое где вы берете подбой приводи а я знаю где как там было сказано в этом вы помните я критиковал а я потом надели фиксирую я найду это чтобы не быть голословным я могу ошибиться в названии так питомник сибирский и там написано что мы продаем только сибирские и уральские а фотографии вот этих абрикосов которых нет ни в этом саду ну может быть кроме меня латинкова там или бодна больше нигде нет во всей россии ни в одном месте нет а они врут безбожно то есть вроде бы вот так же до сада нет но зато случаях сибирских питомников а дальше только лапши вот это и обратите внимание пожалуйста разбирайтесь я потом как буду делать я когда ленца на я потом эту папку что вам вышлю и как два гигабайта не могу уложиться чтобы это самое и вам выслать а потом каждый прокомментирует это же извините ваш учеба продолжается я пока больше знаю и вот получится так нюансы вот эти знаю вот и вот что полу да там на одном сайте фотографии персика и рассказывают какой замечательный абрикос хозяева с этого взяли фотографию с интернета не зная что они показали персик а рассказывают какой замечательный абрикос обращение ну поняли да так вот я к чему говорю там будет так вот я раз и обязательно там везде есть телефон я буду громко телефон ля 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 пожалуйста позвоните обращаясь тем всего лишь несколько сотнями из вас обращаясь не только как они сами вышли а ко всем вот те кто меня видит и это мне слышат что пожалуйста вот там телефон ля 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 ну кроме того что он записан там вывесенел все могут я вам продиктую и скажу пожалуйста хоть один из вас хоть несколько включите вот даже как я вы знаете какие эти самые как я снимал эти телепосты вот все тоже вот компьютер снимает, а здесь громкий звук моего этого собеседника. В основном это мои ученики. Ну, можно же так же. Алло, алло, здравствуйте, я на вашем сайте. Я бы хотел полюбить и сажать. Скажите, вы бросили сами? Вот смотрите, я как бы учеба. Ну, ладно, я потом все это подробно. И пусть расскажут, на что привели. А потом мы будем из этих самых ролики присылать и мне несколько секунд. Не то, что мне говорят, мы не снимали у нас нет фотографий. Мы использовали и ваши в том числе. Почему? Потому что нам некогда было снимать полносящий сайт. Вот так. И смотрим дальше. Вот. Видите? Вот это моя рука. Сколько лет я в этой самой снимался, в этой рубашке. Это даже тоже может служить брендом. Вот моя рубашка. Вот. Вот. Понимаете? Вот допустим, это я. А теперь, допустим, кто-то взял фотографию с интернетом. Вот. Назвал ее своей, да? И люди будут думать, что это фотография Иваны. А вот это? Вы сюда, вот, да. Это вы вырастили? А еще сто сайтов претендуют на эту фотографию. И вот это чудо, роскошь, вы понимаете? Вот они где-то грамм по сто вот этих. Да? Мне руки трясись, когда мне из Брянска Олег Олегович прислал, это два таких случая. Ну, естественно, Макаров, но, челка. Но это Макаров. Вот сейчас, извини, Алексей Иванович, я назвал Латинкова великим садоводом, когда он умер. Тебе повезло, тебе еще долго жить. Но когда я взял твою фотографию, там вот такие должны быть абрикосы, да? Вот. А потом Олега Олеговича Мельзинова, он тоже, это, ну, вас пока не назовут, до этого надо вот туда попасть. Вот. Тогда уже язык легко поворачивался. Вот. Но это вас еще ждет, обоих. Ну, когда я брал эти, черенки от вас, где должны быть 150 граммов абрикоса, то еще полтора раза больше этих. У меня руки тряслись. Понимаете? А что человеку вот за 270 рублей? Ведь уже бутылку водки не курили. Это примерно 350 грамм. Ну, ладно, 400 грамм водки. Не стыдно? Ну, если это правда, он должен стоить примерно как 27 тысяч рублей, то есть 100 раз больше. Ну, хорошо. 2700. И куда он с Крыма к чертовой матери переедет-то? И везде замерзнет. Это в лучшем случае с Крыма. Вот такие же примеры. Я специально подобрал. 20 рублей. А? Чего? Когда Мартон у нас продает. Это в рублях. Это валюта рубля. Прошу не путать ни с гривнами, ни с долларами, ни... 20 рублей одна штука. Вот это вот и это самое. Поняли, да? Знаете, что это написано? Белый налив. Вот. А у меня осталось одно дерево. И то уже Сергей Скалечев нарезал все черенков. И места нету никогда. И денег нет, чтобы прикупить. Помните, Леон Санна? Домик скромный, кирпичный, одна комната и просто кирпичный там это. Больше ничего нет. Вот. Продавали миллион семьсот. И участок в соток 10-15. Прилегал к моему. Мы поплакались. Я себе говорю, а кто-нибудь найдется на проход, скажет, да у меня лишний миллион. И мы бы его выкупили. И мы бы там посадили для вас уже до науки. Уже как аспирантов. Мы бы с вами посадили бы особый сад. Но его, Леон Санна, купили за полтора миллиона красноярцев. Купили, все, на замок, и больше следа нет. Другое дело, обидно, другое. Вот это вот девать нехуду. То есть не то слово. Вот. Единственный вырос, да, он сразу, ну, только дал плод. Считайте, белый налив. Да я уже после того, когда Курлимов ко мне приехал, и только после этого я опять начал ценить ранетки. Это его влияние. А то я бы тоже пальцы гнул. Да у меня, если меньше 300 грамм, для меня это уже не сорт. А так Запорожье, джигуленок, научил меня ранетки, значит, уважать. Научил меня уважать полухутурки. И те же самые простые, но проверенные, чуть не сказал, веками. Можно сказать, веками. Кто знает, откуда этот белый налив взялся? Наверняка с 19 века. Наверняка. В наших краях. Вот его попробую убить. А сейчас она продаст этот саженец, этот саженец остался. Он искалечен. Погибнет. Нету больше этого налива. У соседей нету. У второго уже нету. У всех давно все погибло. Вот так вот. И где этот миллион? И где этот доброход, который скажет, что я многое заработал. Да как-то уже неудобно поделиться. Париж не пускает. Вот. А это вот еще раз. И на этом закончим. Это же, если дети. Это здесь 20 метров до Майограды. Ну, рядом вот. Вот тот самый участок. Вот он, тот за плечами вот этого мальчика, который вот за полтора миллиона купили, а мы не смогли купить. Хотя общий забор с моим. Это было бы чудо. Вот. И у меня таких денег нет. И у меня не было. И вот эти мальчишки, а вот это самосев. Они едят эту малышу лишнюю, потому что у них саду, значит, можете не сомневаться. Была бы у них в своем саду, а они бы это. Это мои новые соседи с другой стороны. А там конь не валялся, никакого сада нет. Они, я вам показывал, я вам показывал фотографию. С рынка посадили, они даже не проснулись. И вот они едят на улице. А это пыльно, потому что здесь дорога. А дорога здесь эта самая, как ее назвать так, грунтовая. И все это в пыли. Они едят. Это одна сторона. Ровно напротив, наискосок вот так. Если отсюда, в метрах, это получается метров 20. Вот эти девчонки едят тоже. Вот они хуторяне, а у них нет даже в эти самые сливы. Видите? Это мой прикупленный участок, тот самый. Мой коттедж, который этот, с опилок и обитый, как его называют? Грубероидом обитый. А все мое богатство, вот это, вот все, что здесь есть, все, что я вырастил, это миллионы долларов. Только цену никто не знает. И никогда это. А купил за миллион рублей. А вот они хуторянки, они хрена, институт собирают это самое. Вот. Я выхожу, они говорят, можно мы все берем? Да ради бога. Хоть тут, хоть с той стороны. Я говорю, все равно, знаете, сколько там зенило. Когда я пишу, вот это слово, я непереводимое. Это из-за вас б. Нужен закон о продаже саженцев прямо питомника. Или хотя бы перекупы, но с адресами, откуда саженцы или травишки. Обманул страф 10 миллионов. Если сказал, что это, это самое, сибирские, это трава продают. Ну, а дальше еще, 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 еще. Вот это уже, чтобы до конца эту тему. Вот это вот, каждый год, стригли, 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 кто-то решил, что это красиво. Какой-то идиот, как он так, сто лет назад, 50 лет, решил, что это красиво, я теряю в ней, не гибну. А вот он все белил. И вот начали белить, это все на моих глазах. Начали. А потом спилили. Вот взяли, спилили, нету ничего, все, пусто, западу, все земли. А я телевидение пригласил. Он спереди тут, и тут, где я сижу, вот я как бы сижу, стою, стою на дороге, как бы, фотографию делал. Я телевидение пригласил. И мы еще с одной фанаткой по-моему сегодня орали, что это караул, что творится в этом. Для того, чтобы найти работу, чтобы списать этот бензин с этого самого, чтобы вызвать машину, чтобы толпа мужиков все это потом распилила и вывезла куда-то. Вот. А мы платим за эту дитурную работу, да еще калечащую работу. Природу калечащую. Зачем? Ну, сняли сюжет по телевизору. Что, думаете, кого-то наказали? Кого-то с работы сняли? Вот так вот было. И вот я написал. Годами калечили, потом спилили, потом ТВ, это я вызвал, плюс побелка идиотская. Все это кормушки. И вот, смотрите, надо как, все посчитали, как уменьшить квартплату. Кто это должен делать? Вы посмотрите, сколько денег платим уже. Я знаю, фактически пенсию хочется. За что жить? А вы не ищите вот такую работу. Сколько белят? Это ужас. Миллиарды белят. Деревья. А потом умножают на 10, когда надо побелку посчитать. И трудозатраты. Кто должен этим заниматься? Чтобы отменить побелку, как идиотскую, как это самое, как ее называют, разорящую. Или продвинутый губернатор. Если министерство выступит по центральному террению, скажет, все, это глупая, ненужная работа. Нет, понятно, если бы удачи били, тем же надо деньги освоить. Наши деньги. Но тогда второй момент. А министр выступил, остается принять закон. Или это министр просвещения. Вот кому поверят. Науки и образования министров. Президенту Академии Наук поверят. А мне поверят? И опять. Дайте мне час на федеральном канале. Вот. Ну, а дальше наша шифровка начинается. Вот эта дама бред от нее дикий, страшный. Сколько роликов сняла. Сколько поводов, чтобы калечить деревья. Обрезка вишни весной. Уже и так уничтожены все вишни. Ну, хорошо. Ты вот любишь осень реже. Но ты весной. У тебя хватает образования? Ты же там кандидат наук. У тебя хватает? Я специально не стал показывать физиономию. У тебя хватает понять, что когда дерево зацвело, кончилось сокодвижение. Все. Не заживет ни одна рана. И болеть будет дерево теперь. Все остальное все же. Не заживет. Все. Раны хотя бы частично заживает во время и сначала сокодвижение. Для этого дается специальный период. Зацвело дерево все. Зачем ты его режешь, когда дерево светит? Ты даже этого не знаешь. Сколько движений захочешь, убери руки. Я вот уже, вот действительно, вот как их, я не знаю, всех собрать бы в какое-нибудь специальное совещание. Всех. Их же легко найти. Они же все об этом. Всем интернете. Их же легко найти по этим же адресам. Всех собрать, кто не хочет в спецназ. Или под страхом это. Но есть еще и Божий суд. Помните этот самый, Лермонтова? Он не доступен в звону Злато. Это все ради Злато. После этого идет, обязательно после этого идет реклама. Смотрите, что я написал в отчаянии. На высшем суде ведь спросят, за что ты погубила руками новинных садоводов миллионы деревьев. Сколько у нее энергии по в этом? Сколько выдумано всего лишних веток? Где вот эти ветки лишние нашли? Ну-ка! Вот одна ветка берет, пересекает это с остальной. Все, давай ка лечим. Ну, а дальше вот моя правда. единственная на планете патологонатом. Ведь когда вы, эти самые дамы, которые любят колеси и мужики, имя вам легион, вы когда-нибудь хотя бы, вы знаете, еще, я уже один с минуты еще проговорил, надеюсь, позже. Смотрите, я не буду сейчас комментировать каждому. Вы видите, внутри грибы сутовики. Вы видите, как я нахожу себе, как бы сказать, оправдание моей жестокой, как бы я назвать, моей жестокой критики. Ведь я же их дураками выставляю. Посмотрите внимательно. Все же нарисовано. И вот тогда я придумал последний пример, довод. Я себя оправдываю. Вы знаете, что такое пульпация? Вот представьте себе, что еще недавно Валена Чехова. Это потом все появилось. Реген, потом уже МРТ и прочее пальцами у человека болит живот. Там примерно от 50 до 500 болезней. Вплоть до ракова. Приходит доктор, дышите или не дышите, градусники уже появились довольно давно, а потом берет пальцами и живот щупает. И суммным видом что-то вроде нащупал. И ведь были опыты доктора. Ну, там у каждого доктора есть в кладбище. Знаете, эту поговорку? У каждого доктора есть свое кладбище и персонально. Ну, у кого-то на кладбище 100 человек, которых не смог спать, у кого-то 300, у кого-то 50, это значит, что он уже научился пальчиками находить болезнь. Это да. А теперь представьте себе, что человека до сих пор ни одного ни разу не вскрыли. Сейчас было бы мертвых примерно миллионы раз больше. Согласны? Смотрите, вот это, Рембрандт, это было допустим, 500 лет назад. Извините меня за плохую память. Это врачи средневековая. Посмотрите, как они глядят. Вот. Посмотрели? Человек умер. Они его разрезают и смотрят. Ну, как получилось, как, что вы, имя вам легион, не распилили ни одно дерево и делая раны, страшные раны, смертельные раны, и дерево погибло, вы не распилили ни одно, чтобы увидеть, ведь это же внутри строения, это их организм. за сотни лет не распилить ни одно дерево и посмотреть, что вы натворили. конечно, здорово быть первым, но единственное, быть страшным. Мне же никто это сам, и сейчас не верит. абрикосы обрезки добавляют здоровье, на полном железе пишут. Увенчая количество веток, зная, что, соответственно, не будет этих листьев, не дадут фотосинтеза, не выделят эту самую глюкозу, сахар, вот, значит, дерево будет болеть, нет, будет дольше жить, лучше урожать. Почему? Не распилили ни одно дерево, но вот эти врачи, вот я их уважаю, это они спасли миллион, их пряди, последователи, потомки, как там, новое поколение, спасли миллионы людей. И даже великий Рембрандт нарисовал такую картину. А знаете почему? Посмотрите на их лица, а посмотрите на лица тех, вот, я уже сколько их показывал, не знают, что на кончиках веток, где плоды висят. Не знают? И режут, 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 а вот сейчас, когда цветет мой сад, вот, вот он цветет, абрикосовый сад, давно это было, ну-ка, сейчас, о, в этом году, значит, не болтун, это не какой-то снимок с интернета, это снимок не с интернета, вот, скажите на милость, какого хрена режут его надо? ежегодная обрезка, и подошел, я репу почесал, начитал все эти хидиотов, что я должен с него срезать-то? Почему? Тут же возникает вопрос, не зачем, а за что? За что? Они же живые. Вот это вот когда-то будет в этих самых, и опять митинг устроил, но я не могу видеть, что творят-то, ну что, неужели это трудно сделать-то? Ну хотя бы мертвые деревья распилите, найдите причину. Морозная Россия колеса деревьев и писательную зайцевую резку. Вот груша, видели? Это все цветочные почки на кончиках, вот, вот яблони. У меня таких фотографий у меня там еще намечено, чтобы дальше вам показывать, но время вышло. Вот я ей пишу, игру наручники составить учителей в кавычках, сделать обрет, когда цветут деревья, висят плоды. Вот сейчас подойдет она, да, подойдет, а это медка лишняя зимой отрежет. А ты сейчас отрежешь ее. Я разрешаю. Я буду кино снимать в этом. А ты отрезай. Отрезай. А на следующий год тут уже почечка, вот она, следующая почка будет плановость, и вот это будет. А ты отрезай. Нет, надо резать осенью, когда ухалищев нет. В начале зимы, зимой, ранней весной. Видели это? Дерево цветет. Вот оно себе. Смотрите внимательно. Дерево цветет. Вот бы наручники. Все. Дальше пошла другая тема. Вот вам лак, мастика. Вот. Только для живых ран. Никогда не подходите к дереву, которое образовалось морзобойно или солнечный рожок. Не подходите. Не ваше это дело. Способно справиться, не справиться, а вы только можете хуже сделать. Все, друзья. Ну, вот это еще полюбуйтесь, знаете, данные. Вот сегодня мы вспоминали Латинкову. Латинкова, как отца, как великого садовода, а это его дочка. Поможете Долматову? Я всегда говорю, вы нам помогаете чем? Вы покупаете наши уникальные продукты. У меня косточки, у Долматова клад мастику. Поможете выжить уникальным людям. Вот. И вам зачтется, кстати. Дальше я боюсь. Дальше начинается. Чистая учеба. Чистая учеба. Чистая учеба. Эх, простите, те, наше письма не ответил. Не успеваю. Не могу долго говорить. Вот. Меня спрашивает, какой вкус у этого середористского абрикоса? Так? Какой вкус? Сало, как сало. Вот. Ой, как хочется сказать. Но это все лекции. С одной стороны рос Секатаринский. С другой стороны рос обыкновенный. Желтый абрикос. Ну как обыкновенный? Ну необыкновенный. Вот. Вот бай. И вдруг на него такая ветка. Я говорю, страшную ересь. Вот это плюс явление Ксении, которое все забыли. Я должен возрождать это. Я вам потом скопирую, чтобы четко было по научному влиянию полиции деревьев на соседнее дерево и так далее. Чтобы знали, что такое Ксения. Это уже позор. Так уже отменили, наотменяли, что уже элементарного никто не знает. Сейчас спроси уста ученых, что такое Ксения. Хорошо, если один-два, как Илья Александровна знает. А больше никто. Вот. Ну и все, минуточка. Помните, я приваю на абрикосы эти самые венгерки синие, темно-синие, чисто-синие. И говорю, хочу повторить за этим, за моим другом, за Чернобаевым. он мои вот эти же венгерки привил на бай, так, и у него получились розовые, красивые. Я говорю, нет, я всю жизнь был первый. Привил. Смотрите. Вот. Ну, с первой попытки не получилось. Ладно. Но посмотрите всегда. Вы видите вот это вот? Это уже гибрид. Посмотрите на их окраску. Поняли, да? пробивается цвет уже абрикосовый. Вот. Еще от этого поколения и будет оранжевый или розовый. Вот. Не интересно? А мне интересно. Вы понимаете, некогда померять спокойно. Он взял и это вырастил розовое. Вот. И глядя в камеру говорит, у железа убрал синее. Железа выдавал синее. Вот. Получились розовые. А мне все это уже учение, а? Вы пусницы теми разжики. Вы сами-то хоть что-нибудь сделаете, не только скопировать 70-90-летнее выражение, что фигуративная гибридизация наука не подтвердила, уже направление. Сквозь зубы говорили еще про химеру. Ну, пусть будет химера. Она от этого что? Вкус потеряла? Хоть если его химеры обозвали. Ну, все, хватит сегодня. Вот это последствия страшной болезни, которую завезли среднеазиатские саженцы. Бактериальный я его назвал. Не черный рак, безобиднейшее существо, на который валят, а бактериальный рак. Когда-то здесь такое творилось. Сколько здесь было бедер с яблоками да с какими? 20 сентября 22 года. Это все. Второй, третий машин тут не было. еще кто-то продавал. Может быть, какие-нибудь кабачки. Все! Ну, я не подходил. Я только фотографировал, вздохнул. Кто знает, может быть, и они-то привозные. Может, и они-то узбекские. Вот это страшная вещь случилась. А в Абакане что я видел? на рынках. Только одни ранетки. Ну, полукультурки вот такие. Все это исчезло, там полно было только. Вот. Ну, что, будем поднимать Ирина Александровна? Я уж к одной обращаюсь. Господи, вся моя надежда. Вот. Еще 10-20 примерно человек, который вам не уступает по уровню. Ну, а есть даже более опытные, учитывая, что они старше вас. Это на всю страну. И никого не позвали венчить тут. Ни одного. И никого не надо все, что это. Мне Макаров присылает вот такие вот эти будущие абрикосы. Дожил. Дожил. Отступаю. Отхожу на трой платы. Мезина мне присылает черенки вот таких абрикосов. Ну, догоню. Недолго, два года. Но я об этом говорю, чтобы услышали ученые. Ау! Для вас говорю-то. Недолго, да. венчилы. О. Венчилы. Недолго. О. Уважаем.